Всем привет! Я продолжаю проходить The Outlast Trials, и в этом видео будет полная жопа, потому что я буду проходить программу Ультра. Программа Ультра. Ультра это программа, требующая экстремальной выносливости, разработанная для исследования психических аномалий, возникающих перед лицом почти неизбежной гибели. Предупреждение рекомендуется 40 уровень и выше. Ну да, у меня 44, так что примерно то, что нужно, ух. Ультра крайне опасные противники, враждебная среда, увеличено время перезарядки снаряжения, уменьшен инвентарь, никакой информации, имена игроков скрыто. Ну, конечно, то, что имена игроков скрыто, это, конечно, прям вообще жесть, это прям, как же так? Все ведь игроки там, которые, неважно. Ух, ну, тут будет, я так понимаю, максимально сложно, потому что я немного отзывы почитал в интернете на эту программу, говорят, что там прям полная жопа. Скачок в сложности по сравнению с программой X просто очень огромный. Так что да, не знаю, как я смогу это пройти, но, естественно, ни на какую A с плюсом я тут метить не намерен. Мне бы пройти хоть как-нибудь, хоть на что-нибудь, хоть на D, но главное все их пройти. После чего я прочитаю документы оставшиеся и третье перерождение. Ох, так что ладно, давайте попробуем начать. Как же это уже страшно, я даже еще не зашел, уже страшно. Да, тут единственный плюс это в том, что мне нужно абсолютно все максимально исследовать, потому что предметов тут мало, доступных областей тут мало, документы мне искать не нужно. Так, ага, тут еще, я помню, было написано, что очень мало мест, куда можно спрятаться, но я уже вижу два прям рядом друг с другом. Так что, может быть, их прям не настолько мало будет, я надеюсь. Ну, плакатики мне все равно нужно находить. Первый плакатик, хорошо. У меня снова три, кстати, слота в инвентаре, я вот заметил. То есть это прям грустно. Не, места для укрытия есть все же. Конечно, не очень много, но они есть. Ох, мне даже страшно туда заходить, потому что сейчас тут будет дофига всего. Тут это испытание я очень не люблю, оно непростое. Так, ну он сюда-то не пролезет. А, тут еще ты есть. Ух ты, как ты мало откинулся-то. Так, ладно, я тут понимаю, тут просто нужно постоянно бегать. Ой, тут... Так, ну ладно, мне нужно спрятаться. Надо мне понять, где я вообще нахожусь, что мне делать. Лол. Офигеть, там даже берсерк был. Конечно, жестко. А ты можешь сюда пробраться, интересно? Ты меня увидел, да? Я даже не знаю, какие именно мне нужно. А, ладно. Информация все-таки есть, потому что там было написано, что, типа... Ну, тут... Переменная, типа, без информации. Но информация все-таки есть. Походу, мне просто не показывают, где они находятся. Ну, вот там карта есть. Ну-ка, я смогу на ней... Вроде видно, да. То есть... А, вон там вход, вот тут кафешка. Там вход, тут кафешка. Вот одна из игр. Одна еще, получается, находится... Вот там вот, с той стороны, другая с противоположной. Мне кажется, вот самое сложное, это пройти вот это место, где... Ммм... Как уж его... Где на улице все, потому что тут везде светло и хрен спрячешься. А он сюда может пройти, интересно? Вот сюда, вот прям. Надо это проверить сейчас будет. Ладно, пофиг. Мне надоело ждать. Зря. Как ты меня увидел? Охренеть. Откуда ты знаешь, что я здесь? Вот это говно было. И если один раз мне ударит, я уже сдохну сразу же. Плакатик. Говнище-то какое. О, открытая даже лечилочка, офигеть. Это, конечно, тут антидот сраный, бесполезный. Пора побегать, я так понимаю. Аааааа, ты говно тупое. Я сдох, кажется. Потому что этот урод тоже здесь. Ух, как это неудачно получилось, охренеть. По сути, еще одно нападение хоть кого-нибудь. Возможно, не считая вот этих... Этих хватунов, так называемых. И мне конец. Обычный какой-то враг. Самый. Нападет на меня, и все, и я сдохну. Ух, второй билетик взял. Тут даже спрятаться негде. Это вернуться как-то к началу сейчас снова. И там еще одну найти штучку. Так, два билета надо вставить. И потом вон туда куда-то идти. Третий плакатик. О, и мне за это даже восстановили здоровье. Потому что это считается как часть задания. Так, два билеты. Допа. Вот я иду. Сколько раз. Чего? Продолжение следует. Что это вот? Что это что-то, у него? Это просто стремление. Комендирка. Что это? 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 Что это будет? нафига он на меня так бежал ух и кулдаун тут походу очень длинный прям жесть ладно он не знает что я здесь я никуда не тороплюсь поэтому я пожалуй посижу тут как бы долго он не восстанавливался этот стан я подожду пофиг мне вообще все-таки не судьба мне тут посидеть и хе-хе-хе-хе ну все я спасся все-таки каким-то образом и при желании я могу туда возвращаться ой тут воскрешалочка кайф там еще один плакатик где-то был но я его уж не стал брать уж там этот берсерк был рядом блин ты ведь сагришься сто процентов если я эту хрень стану разбирать поэтому я лучше вот так вот сделаю уж извини чел болен фигня и подамажила и этого триггернула ну вот говно то какое я нашел секретную комнату теперь надо найти кнопочки одну кнопочку вижу вторую тоже вижу они могут интересно вообще сюда текстить ни разу это так и не проверял могут они вообще именно в эту комнату зайти для них это такая не не недоступная территория лучше все-таки высовываться не буду но кстати надо запомнить расположение это очень удобно что именно внутри вот тут находится что я смогу к ней возвращаться а не то что если бы нас наоруживала это было бы неудобно так перезарядка снаряжение блин то все очень крутое даже не знаю что и взять но адреналин и кирпич я думаю можно и убрать мастер-ключ по-любому нужен это вот тоже нужно ахилку как бы большую или лучше бинт потому что большая она лечит больше но кровотечение не останавливает ну хотя наверное лучше все-таки большую потому что как бы кровотечение накладывает только гузбери а тоже если смогу больше дамага излечить это будет куда полезнее кто тут еще вышел еще чего блин ну ну нахрена вот он тут говно то какое мне кажется большие они вообще снова ударом не могут повалить у меня опасение очень нехорошие самое хорошее что есть по бокам все эти темные комнаты в которых можно заныкаться может мне вначале реально пробовать пойти на другой этаж и там все сделать сможет и там в это время пока врагов особо не будет что не все здесь тут действительно паха что относительно человенько так и а ну или нет внизу они гуляют походу да о я правда не покоцанный был поэтому мне это здоровье не восстановило но ладно уж ох 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 Как она там оказалась? Че за хрень? Вот это жопа говно. И сразу же, как обычно, две эти. Ну, кстати, хилочка есть маленькая. Это, конечно, недостаточно будет, но хоть что-то. А, она восстанавливает больше, чем одна? Она больше одной восстанавливает? Уу, то есть у меня отрегенится сейчас до полного. Я думал, что маленькая хилочка ровно одну восстанавливает. Может, это из-за того, что у меня здоровье, типа, бустером увеличено. Благодаря этому, типа, маленькая хилочка все равно одну четверть восстанавливает. Ух ты, это, кстати, очень полезная информация. Ой-ёй-ёй-ёй. А где антидот? Нету антидота. Говнишко. Кто это вышел? Это, по-любому, Гусбери. Нет, это вот такой, вот еще один большой. Если он тут наверху, то, значит, его внизу не будет. Там, где мне нужно быть. Ну, и еще выше. На третьем этаже тоже его не будет. Короче, если он тут тусит, то, по сути, не так это и страшно. Нафига ты здесь? Тебя только тут не хватало, блин, вообще, говно. Ой, как-то кривая анимация. Ну, ладно. Первый я открыл. Даже Гусбери не появилось еще ни разу. То есть, вот это мне лучше бы сломать. На будущее, чтобы удобно потом было. Говно. 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 Они笑ся на тебя, Филипс. Это не то, что ты должен? не прикольно ну хоть я убежать и она меня не ударила я же могу вот это еще делать я забываю что у меня мастер-ключ есть давайте так сделаем а вот кстати и вентиль и теперь могу просто посидеть немножко выдохнуть пусть у меня это само по тебе снова перезарядиться по что не хочу прямо сейчас тратить вторую перезарядку снаряжения пусть она сама перезарядиться потом я пойду дальше толкать лодку там мне осталось ну на самом деле не так уж и мало почти до толкал но решил не рисковать что я там еще есть анимация когда толкаю как я падаю потом встаю за это время на был по-любому успела бы меня захреначить так что надо снова ждать и бы просто сделать вот так вот все давай быстрее могу тут пока посидеть давно я тут не был ну ладно тут меня никто не увидит пока что я могу тут реально сейчас посидеть надо подождать пока мне штука отрегинется без нее я не пойду дальше уж извините меня вообще по идее выход то находится в той вот стороне они в той штанового через ту дверь пройти до он через ту а футерман сам за мной и не бежит даже она как будто там так и осталось она походу ушла в эту в дверь в лифт так называемый потом она уже появится только у выхода я все равно лучше не буду рисковать значит чем не надоело тут сидеть а я могу вот это еще открыть ух ты вот тут еще вот это есть и этого даже не заметил ладно 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 подождем так уж и быть ладно все пофиг порогнали ух чусь не попался на этого уже урода конченого ублюдка о я знаю где я я прямо у выхода это шикарно тут плакатик еще есть если тут будет перезаряжалка снаряжение да тут есть отлично что мне не нужно да мне главный ключ уже не нужен по идее это ну и все в общем то я прошел ни разу не умерев ну и с плюсом тут вряд ли будет пусть я много урона получал шума производил рассудок терял но как по крайней мере без смертей и с плюсом все таки да ладно хорошее начало первое испытание в программе ультра и с плюсом сразу получил я даже не пытался этого сделать а даже то что я рассудок потерял тут не отмечено ну прикольно и мне не дали нового уровня за то что я программу ультра прошел на из плюсом мне вот столько вот мне четыре с четвертью тысячи нет пять четвертью тысяч опыт дали им нового уровня все равно нет охренеть говно саботируйте карантин это у нас в полицейском участке где надо канистру тащить принципе я уже там более менее ориентируюсь плюс минус и там много темных мест где можно спрятаться так мне не обязательно будет прям все исследовать искать документы я думаю будет не прям полная жопа я надеюсь так что тут у нас тут врагов то не будет уж поэтому могу спокойно походить посмотреть что по предметикам все прикол вообще ничего не будет у нет все таки что то есть но так первый плакатик хорошо сразу же воскрешалочка есть надо мне сразу в тот коридор попасть который идет вокруг всего него через окно бы перепрыгнуть сейчас сделаю вон туда вот кину бутылку он сюда не может попасть и так понимаю они же не услышат меня отличненько тут уже можно пройти почти до самого конца это сделаем и пожалуй прям побежим так но я знаю куда мне идти к счастью потому что я карту запомнил получше там выпускают блюточка но можно тут подождать тем временем у плакатик отлично еще один у меня дополнительное здание будет пройдено это значит что опять же будет шанс получить с плюсом вот мне туда вот в ту сторону и нужно но ничего посток я то испытание прошел настолько клёво я час вообще что-то не беспокоюсь ни о чем ладно идите все туда тут окно и надеюсь блин окно тут недоступно ты меня увидел ты меня увидел блин ладно тут еще снова ударами раз убьешь не не варик стоп вот так вот все теперь у меня хоть здоровье есть ой тут бинтик еще офигенно может даже его прямо сейчас использую я сюда все равно уже не вернусь мне нужно только дойти снова до туда активировать генератор и свалить он меня не увидел он только услышал что что-то произошло что я побежал так что все хорошо я в безопасности ладно пофиг да говно ты сраная охренеть как ты не вовремя появляешься каждый раз думал он уходит а наоборот идет сюда где он блин было бы у меня и глушение и x-ray вообще было бы клёво но конечно же это слишком было бы и все амфэши да а тут даже вот так вот я думал что надо самого начала начинать ну тогда ладно тогда неплохо все отлично офигенно тут и с плюсом вряд ли будет опять же хотя я прошу про прошлое тоже так говорил ну ка и с плюсом все таки офигеть я хоть дофига урона опять же получал три да всего ага ну ладно походу не количество считается сколько раз точнее ну не как много урона получила сколько раз я его получил короче так ну ладно о и 45 уровень кайф так и раз новых амфов пока что нет я куплю по первому апгрейду всех снаряжений вот так вот так дальше у нас накормить детей это в приюте где надо суп искать ох это я не очень люблю эту штуку но по сути если опять же не нужно будет по сути если опять же не нужно будет все обыскивать а фигню ту не нужно а он тут ладно тут никто не вылезет так оживлялочка сразу это очень клево тут есть бочка это хорошо сюда спрячусь когда нажму на кнопку потому что там все закрыто забито тут конечно шкафчик есть но лучше все таки в бочку в нее быстрее и удобнее из нее выглядывать так давайте тянем за рычажочек берем первый отбеливатель и сразу его выливаем блин я пытался отменить это действие но ни хрена у меня не вышло еще бы о нашел как удобно и ни одного врага даже тут не встретил ну если не считать толкача который там вылез откуда то давайте ка я это все таки открою ой ладно встретил все таки и тут даже не было перезаряжалки этого снаряжения я надеялся как раз таки на нее и плакатик третий и я вылечился от этого как раз таки вообще кайф прикольно он меня не заметил я просто прошел мимо если бы я тогда урона не получил тот один раз я получил после этого достижения за прохождение 10 испытаний без урона ух вряд ли я вообще смогу это достижение в этом видео получить у меня еще по сути 2 мк стимуляции на это есть потому что в испытании в полном я точно это не смогу сделать и еще я не уверен считается ли за испытание такое именно это штучка где протокол освобождения если считается то еще тот у меня есть шанс там это получить ну и да вот я еще сейчас получил урон так что ну ка бой ты с плюсом будет офигеть а чё я такой мертвый если все равно и с плюсом хм ну что ж уже половину программы ультра я прошел на и с плюсом это конечно прикольно ой и новый амфик сейчас можно будет купить окей так ну что у тебя тут инструмент мастер взломщик от мыши гарантированно открывает с первой попытки и используется дважды ну лучше этого ничего мне кажется уже не будет все равно так раздавите секс игрушки это вот да ну по сути вроде не сложно но там это гусбери будет постоянно где не надо находиться и надо еще этот генератор постоянно шум делать и успевать еще находить нужную коробку при этом всем но ничего может быть нормально будет посмотрим так я здесь вторая половина прохождения этой программы началась кирпичик есть нету тут говно уже ходит зачем нафига ты здесь что ты тут делаешь два говна ходят одинаковых они оба пошли вон в ту сторону в чем прикол а ты все еще за мной бежишь да и тут нельзя пролезть о плакатик вот это конечно подстава два говна мелких в самом начале их тут вроде когда я проходил но в генезисе это тут их вообще ни одного не было а тут прям два сразу ой да и тип прошел первую часть задания прикольно они сюда не прибегут но тут если что есть шкафчик так а 111 отлично эй ну бит 392 последний плакатик так бит 392 надо сейчас искать будет нашел нашел кайф такси 513 513 блин а где еще а вот здесь вот 513 вот она 513 513 так отлично так 238 так 238 да ты тупая охренеть прикольно ну конечно же там говно вы вылезло ладно они меня не увидели главное чтобы тот чел ушел поскорее и свет чтобы выключился чтобы я мог хотя бы в темноте от них прятаться вот предпоследнее предпоследнее а ты там да хрен с тобой 713 ой тут большое говно а зачем где эта штука надо увидеть вот здесь 713 мне 172 172 это должно быть здесь да где ну ты там 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 и там там А-а-а, говно-то, я-то думал, как ты меня так, блин? Ладно, у меня кровотечение, надо сейчас похилиться. Вот ведь говно-то какое. Почему именно там было это, как шевое? О, а чё так мало мне полечило это? Блин, почему там доски были? Вот если бы не доски, то всё бы было хорошо, но хотя бы я коробку вытащил. А ты тут можешь идти? Я думал, ты тут не можешь. Ууу, тут я и с плюсом уже не получу, блин. Я думал, он тут не пройдёт. Ох, говно. Ладно, всю программу ультра я уже на и с плюсом не пройду. Жаль. Главное, до последнего момента вообще даже урона не получал. А я где? А-а-а, понял. Так, там первая из двух. Ладно, я её не смог, к сожалению, отметить. Ну пофиг. А-а-а! 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 Сама. Сама! О-а-а! Ух, ну ладно, выбрался, один раз сдох, так что я с плюсом уже не будет, но вообще насрать, если честно. Би с плюсом, да, насрать, пофиг. Блин, я не знал, что тут большое может проходить через эти маленькие двери. Ох, и конечно, возможно, если бы я не взял, не стал брать ту оживлялку, а сразу коробку просто кинул и побежал, то я бы успел, не умерев, это всё сделать. Ну, вообще пофиг, хоть как-то прошёл уже хорошо. Так, что ж, последняя МК-стимуляция, освободить из заключённых. Ну, тут, если я хочу и с плюсом всё-таки получить, мне плакатики будут найти, три штуки, а их я вряд ли найду только с одной стороны, так что, возможно, придётся мне всё-таки идти в другие стороны. Ну, посмотрим по ситуации. Может, мне настолько уже не хотеться будет, что я такой, типа, да ну всё в жопу. Потому что если я просто найду ключ и убегу, то это будет очень быстро. Но и с плюсом я вряд ли так получу, потому что плакатиков найду мало. Так, надо тут не забывать, что сразу меня всякие уроды могут увидеть через окна. Так что слишком долго мешкать не стоит. Вы чё, попутали совсем? Ой. Ты меня не видишь, кто бы ты ни был. Кем бы ты ни был. Большое говно, офигенно. Спасибо огромное. Именно то, что я и хотел увидеть. Офигеть, это быстро происходит. Я думал, я успею. Почему так быстро Гаста выпустился? Вообще, бред. О, теперь ещё антидот нужно будет искать. Блин, почему это меня напугало? Я ж знал, что они такие... О, антидот. И ключик уже нашёл. Ох, а ещё то, что я засполнялся в локации СЕ, означает, что мне дальше до комнаты охраны идти, чем если бы я, наверное, в А или в Б был. Это плохо. Сто процентов наткнусь на Койла. Плакатик один всего лишь. И как бы я думаю, вообще пофиг на плакаты, на исследования остальных локаций. Уж лучше я попробую, не получив урона это пройти, но и побыстрее. Вот так вот. О, а тут плакатик, кстати, есть. Хм. Так что в теории я, наверное, могу даже... сделать вот так. Так, ладно, нажимаем на кнопочку. Сейчас он пойдёт вон туда. А я пойду вот сюда. Всё-таки нашёл я плакат последний. Я сказал, что не пойду их искать, но всё-таки пошёл. И нашёл. Так что... Хорошо. Так. Сейчас главное, чтобы Койл сюда не прибежал. Но вроде не прибежит уже. Отлично. Всё. Это ИС плюсом без урона. А-а-а. Недотрога. Офигенно. Так что мне тут осталось одно испытание пройти. Если я его пройду на ИС плюсом, то это будет... Ну, я не уверен. Мне, возможно, захочется перепройти предыдущую МК-стимуляцию, чтобы уж везде было ИС плюсом, если у меня будет везде, кроме одного. Посмотрим, посмотрим. Так. Раз АМФ опять же нового нет, куплю вот это вот. О, там дальше уже за два. Хорошо. Так. И тогда значок. Где он у нас? Вот последний самый. Отлично. Итак. Последний. Извратить Футермана. Ох. О, тут прикольный постер дадут, который я повешу. Тут, это да, это будет непросто, потому что, во-первых, испытание, во-вторых, потому что это программа Ультра. Ну, и это последнее, не знаю. Ну, тут, конечно, вряд ли будет отличие какие-то от предыдущих всех. Потому что переменная одна та же самая. Но, ладно, посмотрим, посмотрим. Итак. Финальный толчок. Толчок не тот, который туалет. А которые, типа, да вы чё, офигели? Кто тут? Большой? Да, он отсюда выходит. Обычно он оттуда выходит. Вот это жесть какая-то. О, плакатик первый. Так, ладно, давайте сюда залезем. Тут он нас уже не достанет. Коробочку одну нашёл. Сразу можно будет положить её на конвейер. Так. Отлично. Все коробки на месте. Вот так вот. Отлично. Отлично. Дверь открыл. Большой меня не спалил. Это замечательно. Плакатик. Так, ладно, что ж, сюда я пришёл. Кнопочку пока нажимать не хочу. Вначале собрать плакатик. Воскрешалочку. Так, ладно, теперь нажимаем уже. Идём сюда. Может, сейчас сразу пробежаться до ключа, пока никто не заспалнился. Пофиг на всё, бежим сюда. Охренелки, блин. Сраные. 359. Хорошо. Так, а 300... Всё-таки не та? Стоп, я что, глупый? 316, что ли, всё-таки было? Мне показалось, что типа 316, но я такой, типа, я вроде не вижу 316. Или 300... Нет, это вообще другая буква. Чё за приколы? Не понял. Вот так проверять, естественно, уже не... нельзя больше. Как я так плохо запомнил-то? Чё за говна? 359? Откуда я вообще эти цифры все взял? Чё? Вот. Другое дело, блин. ты же не поняла, где я, да? Я надеюсь. Ну, вроде музыки нет по огоне. Так, а чё там написано, я не вижу. Уйди. всё равно не вижу. О! 761. О, как удобно! Можно в уголок игра поставить, а там крупнее всё видно. 761. Би 761. Хорошо. Опять кто-то вылезает. Только что же вылезал. или это какой-то большой урод? А, это обычный какой-то урод. Пойду-ка я в ту сторону. Прогуляюсь. Кто увидел меня? Причём прям сильно увидели, судя по всему. но уже нет. Коробочка. А. 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 Надо мне ещё секретную комнату найти. Ой. Ладно, тут больше не бегать, я понял. Ой. Так. Си 754. Как я так сделал? 754. Где антидот? Неужели нет? ни одного, да? А. Я думал закончилось всё, а вот теперь закончилось. Ладно, я мало урона от этого получил, так что пофиг. 754. А, вот она. как ты внезапно тут появилась та охренеть мразь. Ки ин инфермери. Хорошо, это не в офисах. Опа, кнопочка. Опа, обнаружена секретная комната, только я саму комнату не нашёл, а вот она. Хоть укрытие-то, я надеюсь, есть? Да, есть. Уф. Так, всё, применяем. Ты же не сюда идёшь? Я до сих пор так и не понимаю, они могут сюда вообще прийти или нет. так, вот пусть будет. Так, инфермери, это, кстати, вот здесь. Так, есть вход с этой стороны? Нормальный вход. Да. Кайф. Ещё бы этот ключ сейчас увидеть, вот он, потому что они не отмечаются. из-за того, что режим ультра. Так, и showers. О, это тоже не в офисах. В офисах мне вообще идти не нужно, получается. Вот он. Офигенно. Так. Пора пойти вниз. А, блин, ну, ну, зачем, ну, зачем, ну, зачем? Я сейчас умру. Ладно, я не умер, но мне нужен бинт. Нужно аптечку найти где-нибудь Или кровотечение А, ну а сама по тебе тоже останавливается Ну тогда еще ладно, тогда Тогда не страшно Все, здоровье полное Что там кто-то еще что-ли за мной Перерожал? Вроде нет Ой А куда идти-то вот сюда? Офигеть, я тут заблудился Туда я не побегу Потому что там мразь сидит Надо наверх пойти И там где-нибудь заныкаться Как удачно я сюда прибежал Не знаю, нафига мне это делать Но сделаю просто, чтобы сделать Так, тут есть куда спрыгнуть? Нет Она меня не увидела В смысле? Что? Она же ровно на меня бежала Так, бежим, бежим Вообще вот так вот даже Сделаю Так, она этого даже не услышала Шикарно Ладно Буду сидеть тут Потому что там Ничего нет Ближе Конечно, возможно Где-нибудь подальше Там Могло бы еще быть Но Пофиг Лучше пока тут Буду сидеть Раз уж я сюда сел Ну-ка Успею ли я это Все главное, чтобы сейчас Голосбери Хрен по мне Откуда не прибежала Так, отлично Это сделал Теперь бы еще Мне наверх сгонять Чтобы лекарство взять Потому что у меня Сейчас нет лекарства Я его потому что использовал Ага Вот Это я думаю За что мне дали Отличную работу За то, что я Эту хрень Она доехала До туда За это время Пока я тут Сидел Блин, то что музыка Заиграла громко Это не прикольно Потому что я теперь Не слышу врагов Так Надо сразу места найти Где можно спрятаться Что пока что нигде А вот Есть одно Бинтик Так Это тоже Сразу Нужно Открыть Ага Глузбери Оттуда вышла Ну понятно Все И ушла Обратно Хорошо Конечно У меня пока есть Время Вот это сделать Опять же Исследовать Все по минимуму Главное Найти Трубу И все А стоп Она и не сюда идет Что? А вот она где Ой Запутали Блин меня Офигеть Она меня не заметила? Заметила Все таки Да что за говно? Ага Срань то какая И тут тоже говно Хреново Офигеть Конечно Меня это задамажило Но там потому что Еще и бомба была Не ну это жирная Конечно мразь Она главное Открыла дверь И во время Открытия двери Меня заметила И потом развернулась И такая Типа Привет Я тебя вижу Говно И у меня снова Стан Незаряженный И очень мало Здоровья Наверное Стоит все таки Выпить Прямо сейчас Да Блин Самое хреновое Что мне нужно будет Когда я Поверну этот Вентиль Мне нужно будет Добежать до Выхода Поднять эти ворота И попасть наружу До того как То есть не использую Стан Потому что Там будет Гузбери И мне Стан На нее Понадобится А ну у меня Перезаряжалка есть Так что да Ладно Не страшно В общем то Так ага Вентиль Нашел Могу спрятаться Рядом с ним Ну че Попробуем Ааа Говно Ты сраное Гемофилик Потеряете очки Здоровья Блин Жесть Какая то Сейчас главное Не сдохнуть Это Гузбери Входит Да Непонятно В какую сторону Найдет Вон в ту Ясно Чуть на мину Не встал О Она ушла Ты? И че ты теперь Сделаешь Надо кстати Очень Хорошая Тактика Вот так вот Тут Сидеть Потому что Я все вижу Они ко мне Не подберутся Конечно Еще этого Грузовика Бы не было Тут Еще лучше Было бы Так Меня кто-нибудь Видит Естественно Ну ладно Все И с плюсом Не знаю Будет Не будет Посмотрим Ну я без смертей Так что Вероятность Есть Ну-ка Эй просто Ну раз тут просто Эй Это я точно Переигрывать Не хочу А значит И ту не буду Переигрывать Где у меня было Би с плюсом Типа если бы тут Было и с плюсом У меня бы тогда Одна всего Оставалась Хрень которую Ну внутри Программы Ультра Которую я не прошел На и с плюсом Тогда бы я Возможно Захотел Перепройти Ту МК стимуляцию Чтобы уж Везде было и с плюсом Но так как Здесь тоже не и с плюсом То Пошло оно Все в жопу Знаете ли Так ну что ж Теперь можно Второй плакат Я хочу заменить Да Да На Вот этот То что я прошел Программу Ультра Это просто Офигенно Это значит что я Такой Очень крутой Прошел Самое сложное Что есть в этой Игре Также Получаем награду За значок Че еще у меня Не получено Дрифт Две секунды Останется Ничего Может сейчас Я в финальном Это получу Это уж Извините Это уж Тоже Извините Это кооператив Это кооператив Это кооператив А это Лекарство Ну пофиг Тоже Так Улики Теперь у нас Надо прочитать Последние три истории Так Истории 22 и 23 Они Были добавлены В обновлении В котором Появилась Временная программа Токсический шок Токсик шок Если на английском На оригинале Вот Вот эти две истории Там появились Это история Ой Программа Которая была Когда она была Так где-то в мае Что ли Кажется Или в апреле Что-то такое Вот Так что возможно То что там написано Будет связано С той историей И не совсем актуально Ну посмотрим Так Новый год Похмелье Дневники Истермана 3 января 1960 год Корпорация Мерков Наблюдение за персоналом Копия Запись в личном Дневнике Доктора Хендрика Джолиэта Истермана Трехдневное похмелье Может ли похмелье Быть настолько сильным Чтобы выпадали волосы Мой лоб Облысел Сантиметров на 8 Волосы остаются Прямо в руке Выгляжу я ужасно Не надо было Ничего пить На вечеринке Мерков Празднование Нового года Началось В корпоративном Кафетерии Но вскоре Переместилось вниз Все хотели узнать Увидеть Новый главный актив Оттуда мы Потрясенные Ушли в аптеку Чтобы раздобыть Больше дурманящих Снадобий А дальше Слава богу Я ничего не помню Мне кажется Мы творили С реагентами Под анестезией Такое За что меня Будет особенно Строго судить Создатель Авельяна С Эскорфиоти Ушли пораньше Наверняка Чтобы обдумать Как испортить Мою работу Нельзя доверять Итальянцам Оставшись на вечеринке В одиночестве И напившись До изумления Я вдруг обнаружил Что веду разговор С заикающимся Молодым человеком В очках С толстой оправой Он представился Как Сидни Готлип Почему мне Не сообщили Что он придет Я без сомнения Вел себя Как пьяный болван Готлип же Оставался трезвым Как судья Если не считать ЛСД С которым он Обходился Как со святым Причастием Готлип Оказался Не таким Каким я его Представлял И выражался В своеобразной Богемной манере Прославлял Передо мной Прелести Бхагават Гиты И йогурта Из козьего молока Но сегодня утром Боже мой Я провел рукой По волосам И в ней остались Сразу несколько клочьев Какой кошмар Моя роскошная Шевелюра Про Готлип Мы что-то читали Но так я вроде Не знаю кто это А новый Главный актив Это Ну Пока что его нет Этого нового Главного актива Возможно Они говорили Про Уайтхорна Которого Вроде был он В разработке Его Как-то раз Про него Упоминали В документах Но его потом Отменили Либо какой-то Новый главный Актив Который еще Просто не добавили Но если будет Новый актив Значит будут Новые локации Таллий Дневники Истермана 1960 год 1 3 января Корпорация Мерков Наблюдение За персоналом Копия Запись В личном Дневнике Доктора Хендрика Джориэта Истермана Вторая запись Та же дата У меня в кармане Халата Таллий Я обнаружил его Этим вечером В том самом Халате В котором Я вырубился После новогодней Вечеринки Чуть больше Грамма Талия Который Кто-то На вечеринке Посунул У меня в карман Теперь понятно Почему выпадают Волосы Меня отравили Это Готлип Так шутит Или Скорфиотти Даже у мисс Барлоу Даже у кого-то Еще из обслуживающего Персонала Мог быть доступ К Талию Враги повсюду Я только что Вернулся с процедур С берлинской лазуей Пытаясь вывести Яды из организма Моя роскошная Шевелюра Ладно Уникальность Дневники Истермана 6 января 1960 год Корпорация Мерков Наблюдение За персоналом Копия Запись в личном дневнике Доктора Хенрика Джолета Истермана Правление попросило нас Испытать комплекс Для Готлиба Не пойму То ли они смеются Надо мной То ли говорят Серьезно Авельянос говорит Что я будто сам не свой Совпадение Вряд ли Три дня я принимал Берлинскую лазурь Три дня мучился Запором После чего выдал На унитазе Самое сюрреалистически Окрашенное Содержимое Ужас Готлиб зачаровал Коктейлями наших Толкачей Из экспериментальной Популяции Эти составы Абсолютно уникальны Толкачи мешают их Из амфетаминов ЛСД И всего того Что могут наскрести На испытаниях Эффекты коктейлей Трудно воспроизвести В более контролируемых Условиях Но мне сказали Что Готлиб Письма не глуп И отлично финансируется А ну это как раз Как бы предпосылка К этой программе Токсический шок Я так понимаю Как раз в следующей истории Там будет Уже более Подробно Что это за состав И как его там используют Так История 23 Токсический шок Готлибу неудобно Протокол Мерков 5 января 1960 год Корпорация Мерков Копия Решифровка Записи разговора Между Окей Отредактировано Для наглядности Примечание Решифровщика В частности Убранные многочисленные Слова паразиты Минуты 4-14 Скорфиоти Как там Аллен Готлиб Аллен все тот же Если мир доставляет Ему неудобства Он ждет Что изменится мир Скорфиоти Верно Верно А вот вы Вы сказали Вас что-то беспокоит Готлиб Да Наблюдая за испытанием Я услышал Нечто очень тревожное Я услышал Как кто-то из вашей Экспериментальной популяции Произнес мое имя Скорфиоти Такое вполне возможно Готлиб Я не понимаю Откуда пациент Мог знать обо мне Я избегаю Публичности Скорфиоти У нас среди Экспериментальных Есть бывшие Сотрудники Мерков Немного Но есть Те кто не справился С ментальными проблемами Или просто стал опасен Все в дело Готлиб Умно Просто дело в том Что на проекте Который я надеюсь предложить Мне нужен определенный Уровень доверия И конфиденциальности Скорфиоти Вы же меня знаете Сид Готлиб Поэтому мы с вами И беседуем Кстати Меня ж тут никто не слышит Да Скорфиоти Только вы и я Готлиб У меня странное чувство От этого Истермана Он так на меня смотрит Будто ждет Что я залезу к нему в карман Скорфиоти Ну так Истерман Импотент параноик С комплексом бога Это не потому Что вы ему не нравитесь Сидни Он просто всегда такой Готлиб И все же Проект Который я хочу предложить Можно назвать Неудобным Скорфиоти Сид Я вас умоляю Мерков считаете Только с такими проектами И работает Готлиб Слышали вы про отряд 731 Скорфиоти Нет Готлиб Он в составе скрепки Потрясающий материал Я хочу познакомить вас С одним японским доктором У него есть Весьма интересное предложение Химиката в переводе Наркотики Наркотики Которые были с собой У Германа Геринга Когда его схватили Союзники В Ленос Я уверен Что мы сможем Произвести любой Метамфетамин Какой только потребуется Мистеру Косаморе Переводчик Говорит по-японски Косаморе Говорит по-японски Смеется Переводчик Он считает Что качество наркотиков Произведенных В последние годы Нацистской Германии Отличалось Особой духовной Составляющей Которую невозможно Воспроизвести В мирное время И что его так повеселило Переводчик Я не знаю Химиката в переводе Два из двух Протокола Мерков 10 января 1960 год Корпорация Мерков Копия Расшифровка Записи разговора между Отредактировано Для наглядности Примечения расшифровщика Все реплики на японском Оставлены без расшифровки Минута 14-17 Нам разумеется Нужно будет знать Обо всех используемых Химикатах Переводчик Говорит по-японски Косаморе Говорит по-японски Переводчик Он предоставит вам Полный отсчет По всем химикатам Но в целом Его намерение Усилить физическую травму Через Не знаю Как лучше сказать Принудительные сны Может быть Воображаемую травму Такое понятие Сложное Косамора Говорит по-японски Смеется Переводчик Ваш немец его вдохновляет Он хотел бы выпить С вашим немцем Он говорит Что человеческое тело Способно стать заводом Массово производящим Орудия собственного поражения Эвленас Конечно Пусть себе топят Щеночков с доктором Вернике Не переводите это Скажите так Конечно Как только ему будет удобно Переводчик Говорит по-японски Косамора Говорит по-японски Смеется Переводчик Я Сложная фраза Я не уверен Что полностью понял контекст Он говорит Возможно Корейская ложь Станет истиной Которую мы сможем Предподнести Остальному миру Не уверен Косамора смеется Так Ну пока что Опять же Не все понятно Но они хотят С химикатом Эту программу Сделать Токсический шок Программа Токсический шок Одобрена Счета Мерков 6-16 января 1960 год Корпорация Мерков Только внутренняя корреспонденция Копия Дата 16 января 1960 год Заголовок удален Правление Официально Одобрило программу Под кодовым названием Токсический шок Все результаты Испытаний Пройдут внутреннюю Проверку и цензуру Прежде чем будут Переданы партнерам Из управления Ответственность За все испытания В рамках программы Токсический шок Возлагаются На доктора Хеджа Истермана Консультировать Которого будет Доктор Джун Кусамура Весь участвующий В испытании Персонал Необходимо предупредить О том Что присутствие В местах испытаний И рядом с ними Во время работы Программа Токсический шок Опасно Используется Крайне ядовитый газ И Новые друзья Письма Мистер Баранчик Вы видели Результаты нашей программы Токсический шок Моего мнения Про название Не спрашивали Я предложил Другие варианты Доктор Джун Кусамура Которого Вам одолжило Агентство Был главным Консультантом Проекта И несколько раз Просил аудиенцию С доктором Вернике В работе С доктором Кусамурой Мы столкнулись С трудностями Перевода Либо слова Духовные Психосоматические В японском языке Взгемозаменяемые Либо доктор Что-то перепутал В любом случае Он предполагает Что замечательная Эффективность Плацебо В программе Токсический шок На удивление Совпадает С работой В лаборатории Мечты Верники Во вторник Он прибудет В Лос-Аламос Прошу вас Провести Все необходимые Приготовления Также советую Уделить особое внимание Особенно идеи питью В его досягаемости Кусамура склонен То и дело Отвлекаться на свое увлечение Подпись Абрэдли Авильянос Тут как-то Все равно Не до конца понятно Но насколько я понимаю Это программа Была Ее главным отличием Было то Что постоянно Типа газ И типа уровень рассудок Никогда Уровень рассудка Никогда не Максимальный То есть Его невозможно Восстановить на максимум Поэтому Скинерман Появляется Абсолютно Всегда И Все Больше я ничего Не знаю Так И История 24 Самое главное Это Она вышла С обновлением В котором Добавили Программу Временную Самое главное Или по-английски Prime Time Странный Конечно перевод Ну ладно Это программа Где одновременно Присутствовали Во всех испытаниях Гусбери и Койл Ну не во всех А именно во всех Которые внутри Этой программы Были И вроде Больше ничем Оно и не отличалось Ну Тем что там Не присутствовали Притворщики И толкачи То есть из этих Из лифтов Выходил только Второй Главный Актив Так что Посмотрим Что тут такое Оппортунист Протоколы Мерков 25 сентября 1959 год Корпорация Мерков Копия Шифровка записи Перегоров Абрэдли Авильянаса И доктора Хеджа Истромана Отрелактирована Для наглядности Минуты 4-8 Истроман Они не могут повесить Кубинское фиаско На Теневу Истроман Мы можем переориентироваться Истроман Они получили то Что заказали Даже больше Агентство хотело Чтобы цели были устранены А теперь привередничает Истроман Хендрик Помедленней Примечание к транскрипции Участники перебивают Друг друга Часть реплик Может быть потеряна Истроман Может заодно Убили и не тех Но в том Что касается масштаба Мы точно все сделали Альянс Доктор Истроман Истроман Что Альянс Нас финансирует Не только агентство Правление Может задействовать И другие источники Если мы предложим Новые возможности Особенно те Что касаются Ну Опиатов Истроман Опиатов Мне кажется На Кубе Не растет опиумный мак Альянс Зато на Кубе Есть казино Американская Организованная Преступность Наши контакты В Гаване Сообщают Что случившимся Может быть Замешана мафия Утверждается Что наш реагент Ответственен Только за одно из убийств Истроман Одно Альянс Остальные семь Мог совершить Тот Оппортунист Лупа Протоколы Мерков 25 сентября 1959 год Корпорация Мерков Копия Решифровка Записи переговоров Абре для Авильянаса И доктора Хеджа Истромана Регатирована Для наглядности Минуты 9-12 Истроман Это что еще значит Оппортунист Авильянас То и значит Он был на Кубе По делам казино Мы считаем Что он связан С организованной Преступностью В Луизиане Истроман По вашему По вашему Этот гангстер Увидел Как наш реагент Устраняет цель И подумал Чего бы мне Тоже не размяться В ситуациях С насилием Неизбежен хаос Мы отправляем Клайда Перри Разобраться В случившемся А имя у этого Гангстера есть Несомненно Наши источники Испаноязычные Один из них Лишился в этом Инциденте Куска челюсти Но все они Называют его Лупарой Или Лупой Истроман Лупа Это по-испански Увеличительное Стекло Ну и не только По-испански И по-итальянски Волк Походу Есть тот самый Новый Главный Актив Про который Они говорили Политики Протокол Мерков 2 февраля 1960 год Корпорация Мерков Копия Расшифровка записи Переговоров Доктора Хеджа Истромана И неизвестного Сотрудника Отредактирована Для наглядности Минуты 3 и 7 Истроман Я никогда Им бы не доверял Что год Либо Что кусамори Они точно уехали Младший сотрудник Неопознан Кусамора В лосаломости Уже минимум неделю Истроман Мы готовим реагентов Не для окопной войны Что мы здесь делаем Пауза Что мы здесь делаем Что мы здесь делаем Младший сотрудник Неопознан Простите Истроман Незборчивые крики Звуки насилия Младший сотрудник Простите Хватит Хватит Истроман Мы Мы формируем Лидеров мнений Мы создаем харизму Твою мать Взять и выстрелить Может любой дебил Мы делаем мучеников Проводников В загробный мир Мы готовим форму По которой будут Отливать Тайных мировых Лидеров Каким-то странным Газом этого не добьешься Младший сотрудник Мне надо У меня кровь идет Истроман Главные активы Главные активы Вот наш ключ к успеху Семейные архетипы Минуты Мерков 5 февраля 1960 год Корпорация Мерков Копия Расшифровка записей Переговоров доктора Хеджа Истермана И Брэдли Авильяноса Отредактирована Для наглядности Минуты 35-38 Это наука Без травм не обойтись Но не наблюдатели же Ну поплачьте мне тут еще Блин Любой кто не понимает Сути нашей миссии Слишком опасен Чтобы находиться тут И я убежден по-прежнему Основу нашей программы Харизма Мы должны сосредоточиться На главных активах Вы ведь знаете Что мы вводим в эксперимент Новый объект Истерман Да Делать это надо Крайне аккуратно Необходимо подготовить Популяцию реагентов Архетипы это архитектура В Гусбери мы имеем мать В койле отца Значит фундамент заложен Не совсем Нам надо свести их вместе Вместе В одном испытании Это ужасно безответственно Вы улыбаетесь Это убьет больше реагентов Чем подготовят Истерман Я первое вижу Чтобы вы улыбались Так радостно Ну да Вот и собственно Как раз эту программу И сделали Так я вот это прочитал Да Электрошокер и тостер Письма Скорфиотти 6 марта 1960 года Корпорация Мерков Только внутренняя корреспонденция Копия Рабочая переписка Моза Скорфиотти И Корнелиуса Нокса Мистер Нокс У вас всего одна задача Поддерживать Работоспособность Прибора Со специальными Исследовательскими Характеристиками Для реагентов Это значит Чинить его Когда он ломается Это также значит Улучшать его Чтобы он выдерживал Изменяющиеся В ходе испытаний Условия Мы неоднократно видели Как сержант Койла Отключал тостеры Своим электрошокером На испытаниях Мы пытаемся Поддерживать Баланс травматизма И возможностей Но этого достигнуть Не получится Если подопытные Вроде Койла Будут и дальше Ломать нашу технику Разберитесь Вы больше не в армии Работать на отвяжись Не получится Позвольте мне Напомнить вам Что в нашей организации Людей не увольняют Моза Угу Это как раз Говорится про то Что с этого обновления Койл может отключать Этот Снаряжение Потому что раньше Он так делать не мог Как раз Про это и говорится Так Самая главная Уборка Записки Мерков 27 февраля 3060 год Проект Тенива 2 Руководитель проекта Доктор Хендрик Трулетт Истерман Пояснительная записка Для всех сотрудников Синьяла Тема Проект самое главное Правление одобрило Финансирование проекта Самое главное В котором Несколько главных активов Будут одновременно Выпущены В одно и то же испытание Всему персоналу Необходимо строго Придерживаться Протокола По химическому И физическому Сдерживанию Главных активов При транспортировке И до и после Каждого испытания На время действия Программы Уборочный персонал Будет удвоен Ожидается Повышенное Загрязнение Биологически опасными Веществами И человеческими Внутренностями От реагентов Подвергнутых Многочисленным Харизматическим силам Следует ожидать Склонности к насилию Для реагентов Нуждающихся Психоза И нарушение сна Ну да Вот собственно И про эту программу Говорится Что типа Два главных актива В новом испытании А про этого лупу Нового главного актива Мало чего говорится То есть это пока Такой тизер только Это не говорится Вот типа Вот он будет новым Пока просто типа Ну может быть Посмотрим Но я прочитал Все документы Которые в этой игре есть И так Программа ультра У меня пройдена вся Общая оценка Эй Потому что тут Одна Би с плюсом И одна Эй Все остальные Эй с плюсом Я даже такого Если честно не ожидал Я думал Все намного хуже У меня получится Но я оказывается Молодец Но Теперь осталось Мне только одно Протокол освобождения Да Третий раз Пройти Это финальное испытание И увидеть Третью И последнюю Концовку Так Вот он Я здесь Давно я это Не проходил Так Супер Офигеть Как быстро Восстанавливается Оглушение Когда нету Этой переменной Ультра Офигеть Вообще Классно Ихи-хи Все Я пришел Бубен Ключ И треф Эти комнатки Могу исследовать Я там Наверху Комнатки Не исследовал Потому что Там Эти Уроды Гуляют Ага Понял Спасибо за предупреждение Три А бубны Наверняка Будут В этой Центральной Беседочке Да Отличненько Изи Спида Спида Спайдер. 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 А че тут нет приемника? Да ладно. На этот раз с той стороны два. Ни разу такого не видел. Я думал всегда с этой. Так, второй приемничек. Я... Я... Клоусенав. Я это назову. Офигеть. Я беспалевный. Хе-хе-хе. Да, реально два приемника с этой стороны. Я такого раньше не видел. Я думал они... Всегда там. Два. Ну и пофиг. Готов. А я случайно кирпич тоже кинул. Ух ты. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ты иди туда. А я пойду на выход. Все. Пришел я к концу. Осталось только койла застанить один раз. И все. И будет пройдена эта штука в третий раз. Оно в ней и так уже почти перезарядилось. Прикольно. Это тоже можно использовать. А тут гузбери в этот раз. Офигеть. Уууу. Интересно как разнообразие. Предыдущие два раза был койл. Ну ладно. Какая разница. Я все равно прошел так или иначе. И сейчас будет третья концовка. Которую добавили уже при релизе 1.0. То есть. Как раз при том релизе. С которого я играть и начал. Что до этого я видел две концовки из раннего доступа. А сейчас уже будет самая последняя. Так. Вот. Верненький. Вот это он. Верненький. Вот это он. Морфогенетическое кондиционирование. Хе-хе-хе-хе-хе. Я. Так сказать Прототип Би Ли Хоупа Или что Потому что я тоже в такой хрени с жидкостью Смотрю на эти На тесты Роршаха Верненький такой молоденький В костюмчике Интересненько Ну так или иначе Я прошел Прошел программу Ультра Прочитал все документы Третье перерождение прошел Так что да Я молодец Видосов в ближайшее время не предвидится Больше по Outlast Потому что весь контент который есть я показал Всякие временные программы Еженедельную терапию Я не собираюсь как бы Играть Так что будут видео Только если добавят что-то новое Какое-нибудь новое Новое испытание какое-нибудь Или может быть даже новую локацию Чтобы туда этого лупу Засунуть Если конечно он действительно Третьим главным активом станет Но Как бы Это все Наверное не в ближайшее время Там наверняка К тому времени И документов новых Дофига добавят Когда временные Программы эти Следующие будут появляться Ну как бы Я опять же их прочитаю Уже только тогда Когда Буду снимать видео Это логично Да Но я возможно Сам-то буду Еще играть Как бы До 65 уровня Прокачиваться Может быть даже Программу ультра Все-таки На ИС плюсом Добью Еще Перерождение Буду проходить Дальше Потому что там Рамочки для Аватарки Даются новые Потому что Сейчас я 3 сделал У меня Вроде как Две звезды Там сейчас будет И серебряная Или что-то такое Если еще сделал То будет золотая С тремя звездочками Это уже самая крутая Типа Так что да Это мне нужно будет Тоже сделать Чтобы я уж просто К тому времени Когда что-нибудь новое Выйдет Что я хочу снять Чтобы я Был максимально К этому готов Вот Ну вроде все Больше мне сказать Тут особо и нечего Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok